Теперь давайте мы изучим нашу ситуацию. Вот представьте, да, Назарбаев страну довел до нищеты. Вы все прекрасно знаете, что его ненавидят все. Другой вопрос, что основная масса его боится. Но создана среда, когда его ненавидят. Он нас всех достал, все устали от него. И коррупция, и беспредел полиции, и так далее. Все хотят смены. Нужно чего? Только обидеть людей и сменить режим. Ну кто такой Назарбаев? Вот нет полиции, перешла на нашу сторону. Кто его будет охранять? Ему, дай бог, добежать до самолета, чтобы лететь. Еще летчики откажутся лететь с ним. Понимаете? Вы просто поймите, это просто шал, который всего боится. Который я лично очень хорошо знаю. Он сейчас напуган. Он меня все время говорил. Вот, ты неужели будешь мне мстить, что я тебя посадил в тюрьму? Это я не виноват. Это мой зять нас с тобой поссорил и так далее. Ходил ныл. Вы все должны знать. Это тусливый, ничтожный человек. Когда вы это поймете, это вот как в боксе. Ты знаешь, когда твой противник стоит, ты с ним справишься. Ты его мочишь. Извините за то, что я так говорю. Не надо бояться Назарбаева. Мы сменим этот режим, потому что нас миллионы его ненавидят. Миллионы уже устали от его власти. Мы его сменим. И сменим мирно. Без всякой войны. Когда нас сотни тысяч выйдут на улицы, а нам нужно только организовать людей. Тогда полиция будет на нашей стороне. Армия будет на нашей стороне. Мы скоро опубликуем реформы, которые мы предлагаем для полиции. Затем будет реформа для армии. И этим нашим гражданам не будет никакого смысла поддерживать этого человека. Коррупционера, мафиози и грабителя нашей страны. И все это мы сможем добиться в этом году, если прекратим ныть, бояться и мобилизуемся. Сначала мы выйдем на одни акции, потом больше и больше. И через какое-то время нас будет сотни тысяч. Продолжение следует...